Мы поддерживаем проекты в сфере образования и науки, культурно-исторического наследия. Безусловно, заинтересованы в поиске новых, подходит новых технологий. Потому что новую структуру начинает чувствовать дефицит кадров для готовки кадров. Государство не до конца их поддержало в прошлом, я имею в виду. А всем банкарикам... В данный момент уже практически принято на уровне правительства четыре индустрии. Это роботизированный транспорт, авиационный, автомобильный и морской. И карта по нейротехнологиям, так называемая нейронет. Это все, что связано с человекомашинными интерфейсами, лечениями заболеваний мозга, коммуникациями человек-человек-человек-машины и так далее. Это то, что совершит революцию не меньше, чем в свое время появление мобильных телефонов и смартфонов. Мы занимаемся работой по формированию, если можно так сказать, новой энергетики, новой архитектуры энергетики. От производства, в первую очередь, до распределения и потребления, до потребительских сервисов, вплоть до последнего звена, до последней розетки, холодильника, кондиционера, который у каждого дома находится. Если взять структуру себестоимости даже сельского хозяйства, многие затраты формируются именно на средствах защиты и тому подобное, которому, например, удобряется, в частности, все поле. Новые технологии, это и спутники, и GPS-навигация, и использование дронов, они позволяют точно распределять. Во-первых, это более экологически чистый продукт становится, и затраты уменьшаются. Поэтому мы сможем конкурировать не только на внутреннем рынке. Я хочу сейчас пригласить на... ...министерство образования, министерство культуры и... ...развитие этой системы, мы тогда сомневаемся в такой форме, и в уровне технических форм, где осталось это массовое. Посмотрим еще один такой пример, более такой...